Привет! Вы смотрите спецвыпуск киномании на удаленке. Да-да, я нахожусь прямо дома и прямо из дома записываю этот выпуск. Поэтому, пожалуйста, не судите строго, особенно за качество картинки, за качество звука, потому что я записываю все на телефон. А также, пожалуйста, не обращайте внимания, если нет-нет, мой взгляд упадет в ту сторону, потому что там у меня находится ноутбук с текстом. Хоть я сценарий пишу и сам, но выучить примерно 7-9 страниц для меня очень сложно. Поэтому нет-нет, я туда и посмотрю и заранее за это прошу прощения. Если вам такой выпуск понравится, то, пожалуйста, пишите мне в соцсети сразу, вот здесь вот будут ссылочки, ну, где-то здесь будут. Если не понравится, то тоже обязательно пишите. В общем, в любом случае, пишите, пообщаемся, собственно, что делать еще, сидя на карантине. Ну, а сегодня в выпуске вас ждет. Во-первых, расскажу про новые фильмы, которые появились в свободном доступе и которые можно прямо сейчас посмотреть дома. Затем немного новостей из мира кинематографа, затем про акции онлайн-кинотеатров, а в итоге будет большая викторина, посвященная миру Гарри Поттера. Ну, все, давайте начинать. Три, два, один, поехали. Начну с главного хита зимы, с триумфального возвращения двух друзей крутых полицейских, появившихся снова на экране спустя 17 лет. Плохие парни навсегда удивили не только зрителей, но и боссов студии, которых порадовали отличные сборы. Я, если честно, еще не смотрел ни одной части из приключений Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Но прямо сейчас, сидя дома, есть возможность посмотреть все три фильма подряд, чем может быть я и займусь в ближайшее время. Эй! Ну, сорян. Серьезно, чувак? Заполируешь потом. Нет уж, сам будешь полировать. Запомни, стучим и не кричим. Ага, тук-тук. Полиция Майами, лежать! Твою мать, ты слышал, что я сказал? Руки за голову, сейчас же. Майк, я разберусь, ему сейчас пряник нужен, а не кнут. Чего? Смотри и учись. Сэр, я понимаю, вы напуганы, иногда страшно. Ну, чё, пряник сработал? С меня хватит, Майк, я ухожу. Опять та же песня. Хочешь, чтобы тебя запомнили только по одежке и количеству трупов? Это кровавая бойня, ужас! Это не моя вина. Значит, ты не стрелял. Да ладно, капитан, конечно, стрелял. Знаю. Чтоб меня, чёрт, чёрт, чёрт! В этом городе я не доверяю никому, кроме тебя. Я тебя очень прошу. Плохие парни. Последний раз? Да, последний раз. Он въехал в торговый театр. Мы не просто чёрные, мы копы. Позже сами себя оштрафуем. Ты был прав насчёт очков. Я тебе кретину весь год говорим. Чёрт, да у меня тут HD. Также в онлайн кинотеатрах стал доступен масштабный военный фильм 19-17. Масштабный в плане съёмок. Я не устану говорить, что этот фильм отличный пример, как должна работать съёмочная группа. Ну, а сюжет фильма очень прост, в чём, собственно, его и прелесть. Двум солдатам нужно во что бы то ни стало срочно доставить донесение об отмене наступления. Иначе это грозит огромными потерями. Мэйк, бери напарника и с вещами ко мне оба. Я надеялся, что нам повезут сегодня. Но, Надежда, вещь опасная. У тебя брат во втором батальоне. Да, сэр. Завтра они неминуемо попадут в засаду. Твоя задача – доставить им приказ об отмене наступления до начала атаки. Если ты не справишься, начнётся бессмысленная бойня. Подожди, давай быстро обсудим. Что? Нам приказано перейти здесь. За линией фронта немцы. Лошадь! Нужно найти другой путь, иначе погибнем и мы, и твой брат. Я найду. Эта война закончится. Лишь с последней пролитой каплей крови. Нужно уходить отсюда! Давай же! Ты совсем рехнулся? Надо туда не добраться! Если приказ не будет доставлен вовремя, мы потеряем 1600 солдат, включая твоего брата. Удачи! Может быть, кому-то не хватает мелодрам в период самоизоляции. Если вдруг вы хотите это исправить, то включайте так близко горизонту. История любви простой девушки и парня знаменитостей, которому совсем немного осталось жить. Имейте в виду, что фильм европейский. И зрителю, привыкшему к голливудскому кино, этот фильм покажется странным, ну или, по крайней мере, непривычным. Тогда, в 99-м, я думала, что получение водительских прав станет главным событием моего лета. Я и не знала, какой непредсказуемой может быть жизнь. И что глубокое, более огромное счастье могут быть так близко друг от друга. Спасибо, но, думаю, я бы и сам справился. Вообще-то, половина теперь моя. Это же он! Так и знала, что видела его где-то. Что ты будешь делать, когда станешь старым и некрасивым? Я не думаю об этом. Что бы ты в нем ни искала, ты этого не найдешь. Дэнни не рыцарь на белом коне. Моя жизнь – настоящий кошмар. Рано или поздно ты поймешь это и уйдешь. Я не уйду. Джессика, жить вместе – это очень важное решение. Куда вы торопитесь? Еще вся жизнь впереди. Но не у нас! Что это значит? У него спит? Нет, не спит. У него ВИЧ. Это разные вещи. Я только хочу помочь. Мне не нужна твоя помощь. Я знаю, что делаю. Нет, не знаешь! Прости, мне нужно понять. Что ты хочешь понять? У меня никогда не будет нормальной жизни. И что теперь? Недавно нас обрадовали прекрасной новостью, что Том Хэнс и его жена излечились от коронавируса. А сейчас вы можете посмотреть «Прекрасный день по соседству». В фильме, основанном на реальных событиях, Хэнс играет добродушного, всегда вежливого ведущей детской программы. Взять у него интервью поручает циничному журналисту, который не очень-то хочет браться за эту работу. Однако с каждым разговором в журналисте что-то меняется. Меняется его взгляд на окружающий мир. Привет, я ищу Фреда Роджерса. Вон там. Сегодня прекрасный день в этом квартале. Прекрасный день для соседей. Ты можешь стать моим соседом? Пожалуйста, стань моим соседом. Здравствуй, сосед. Мистер Роджерс, я пришел, чтобы взять у вас интервью. Я так рад познакомиться с вами. Ты в порядке? Я занимаюсь фактами биографии мистера Роджерса. Ллойд, пожалуйста, не угробь мое детство. Эта статья попадет в издание о героях. Вы считаете себя героем? Основанно на подлинной истории. Мы пытаемся предоставить миру положительные способы справляться со своими чувствами. Да? Какие, например? Ну, способов множество. Можно сыграть только низкие звуки на пианино. Одновременно. В этот день благодарения нужен лишь один человек. Вы любите сломленных людей, таких, как я, для того, чтобы вдохновить целый мир доброты. Иногда нам приходится просить о помощи. И в этом нет ничего плохого. Том Хэнкс. Мне кажется, самое лучшее, на что мы способны, это дать людям понять, что каждый из них драгоценен. Прекрасный день в квартале. Для совсем маленького зрителя, который тоже остался дома, можно предложить плеймобил через вселенные. Кстати, взрослым, ну или точнее моего возраста людям, этот фильм тоже может показаться интересным, ведь главные герои, попадая в мир игрушек плеймобил, отправляются в путешествие через киновселенные, оставляя множество отсылок на различные фильмы. Я, скорее всего, в ближайшее время посмотрю этот мультфильм. У одних героев миссии невыполнимы. Другие герои неудержимы. И только один единственный. Это агент, который невыполнимо неудержим. Рекс Дашер. К вашим услугам. Агент Дашер. На вашей следующей миссии вашими партнерами будут двое гражданских. Делл и Марла. Эээ, здрасте. Жуть. Дай еще парочка. За мной. Тут секретный ход. Нет, это просто мусорка. Странно, что ты заметил. В нашей сверхсекретной организации установлено, что агенты императора Максимуса похищают людей из пяти киновселенных для участия в гладиаторских боях. Жуть, жуть, жуть. Мы должны добраться до Колизея, обезвредить Максимуса и спасти пять вселенных. Это же совершенно не опасно и просто элементарно. По-моему, жизнь. Я на сто процентов в этом сомневаюсь. Как же он хорош! Аж безет! Когда игрушки попадают в историю... Никому не удастся проникнуть в мой суперохраняемый город. Запрыгивай! Они играют по-крупному. Пора идти спасать мир. Волшебную страну и землю викингов. Шпионский город и мир юрского периода. Они настоящие! Это было очень страшно и весело. Страшно-весело. Спасут только новые супергерои. Выпускайте Кракена! Кажется, это твои фанаты! Рекс, подожди! Я знаю, ты любишь меня. Тебе не нужно говорить этого вслух. Да я просто хотела сказать, что ты забыл свои солнечные очки. Как же классно с вами, напарники! Новости кино. Дуэйн Джонсон в своем инстаграме подтвердил, что вторая часть фильма Форсаж, Хоп и Шоу находится в разработке. Хотя никаких конкретных дат сейчас нет. Несколько дней назад Зак Снайдер в своем профиле Вера провел онлайн-трансляцию просмотра фильма Бэтмен против Супермена со своими комментариями. Режиссер, например, поведал, что все это время генерал Сонвик был замаскированным марсианским охотником. Все громкие примеры переносятся либо на осень, либо на следующий год. Но довод Кристофера Нолана остается на своем месте. Все надеются, что к середине июля обстановка в мире стабилизируется. Во втором сезоне Мандалорца одну из тростепенных ролей сыграет Майкл Бин, более известной по роли Кайла Риза в первом Терминаторе. Руководители британской национальной школы кино и телевидения подготовили небольшой сюрприз для своих студентов, которые сейчас обучаются дистанционно. Одну из лекций провел для них Дэвид Финчер. Где-то во Франции появилось вот такое граффити. В программе «Слабое звено» принял участие актер озвучения Всеволод Кузнецов. Поговаривают, что новую часть миссии «Невыполнимы» полностью перепишут, потому что значимая часть действий должна была проходить в Италии, а именно в Венеции. А из-за того, что это очень уникальный город и непонятно, когда съемки в Италии заново разрешат, сценаристам придется подумать над новым сюжетом. Обычные кинотеатры сейчас не работают, поэтому все больше популярностью пользуются их онлайн-коллеги. Многие из них сейчас предлагают стать их пользователями за рубль, с большой скидкой или совсем бесплатно. Далее об этом сейчас подробнее поговорим. А медиатека, в числе всего прочего, является официальным представителем HBO, поэтому многие новинки вы можете посмотреть самыми первыми. Например, прямо сейчас там выходит третий сезон «Мира Дикого Запада». Если у вас нет действующей подписки, то вы можете оформить ее со скидкой 50% на один или три месяца, полгода или год. Для этого нужно ввести промокоды «Stay Home» — это на один месяц, «Stay Home 3» — это на три месяца, «Stay Home 6» — это на полгода, «Stay Home 12» — это на год. Кстати, также на этом сервисе вы можете посмотреть один из моих любимых сериалов «Клинику». А это один из моих любимых моментов. Кинопоиск HD для новых пользователей предлагает подписку на 45 дней по промокоду «Киномарафон». В этом онлайн-кинотеатре первым делом выходят новые серии «Рика и Морти», например. Сейчас они запустили два собственных сериала, это «Проект Анны Николаевны» и «Последний министр». К фильмам типа «Достать ножи» или «Джокер» доступ платный, хотя и первые три покупки со скидкой 90%. А к таким фильмам, как «Тайная жизнь» и «Арахисовый сокол» доступ свободный. ОКО дает выбор, как распорядиться одним рублем. Либо оформить двухнедельную подписку на пакет «Премиум», куда входит все-все-все, что есть в этом сервисе. Либо месяц пользоваться пакетом «Оптиум», который весьма ограничен в выборе фильмов и сериалов. Хотя и в пакете «Премиум» за новинки кинематографа придется доплатить. У «Иви» все просто. Заплати один рубль и подписка на месяц ваша. У «Иви», кстати, огромная база классических фильмов, как наших, так и зарубежных. А вот «Премьер» не стал ничего выдумывать и открыл бесплатный доступ для всех и на все, что у них есть. Просто подписывайтесь и смотрите наши отличные сериалы. Например, такие, как «Домашний арест». Сегодня вас ждет викторина по миру Гарри Поттера. Смотрим и отвечаем. Если вам нужны правильные ответы, то напишите мне, и я вам их пришлю. Итак, готовы? На старт! Внимание! Марш! Марш! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok